в эфире пингвинус в этом видео новости из мира linux и айти но прежде чем мы продолжим разрешите представить вам спонсора сегодняшнего ролика нас смотрит много пользователей windows и конечно мы пользуемся смартфонами поэтому вам может быть особенно интересна программа ван дер шея mobile trends эта программа для резервного копирования ваших смартфонов и конечно последующее восстановление данных из резервных копий во первых mobile trends поддерживает резервное копирование чатов ватсап вы буквально в два клика можете на своем компьютере создать копию всех ваших ватсап чатов а после этого восстановить чаты или даже перенести все ваши чаты на другой телефон причем перенос можно выполнять даже между android и ios то есть и система и телефона могут быть разными помимо ватсапа поддерживается еще несколько мессенджеров и вторая важная функция mobile trends это уже создание резервной копии или перенос данных с вашего смартфона то есть фотографии сообщений контактов истории звонков и так далее так далее копии сохраняются прямо у вас на компьютере и вы в любой момент можете выполнить восстановление или перенести эти данные на другой телефон причем не обязательно делать сразу полную копию можно выбрать галочками в списке те данные которые нужно сохранить и то же самое и при восстановлении сделать выборочное восстановление или копирование данных на другой телефон mobile trends создается компании ван дер шея которая разрабатывает множество различных полезных программ это и решение для монтажа и конвертирования видео это и мощное приложение для работы с pdf документами и другие интересные продукты также подчеркну что все программы от ван дер шея как и mobile trends реализованы очень качественно у них предельно простой и понятный а главное наглядный интерфейс поэтому не откладывайте переходите по ссылке в описании используйте качественное повод состоялся релиз программы джи партит 120 программа довольно знаковая поэтому по традиции пару слов о ней джи партит предназначена для управления дисками создание раздела форматирования это наверное самая популярная графическая утилита под линукс для разметки дисков не представляю как быть без нее она очень часто предустановлена в лайв-системах и многие дистрибутивы у которых в программе установки нет штатного средства разметки дисков предлагают использовать именно джи партит иногда даже запускает его прямо из инсталлятора и сколько ни не тестировал пробовал разные именно графические утилиты разметки дисков я всегда возвращался именно на джи партии почему-то только с ним у меня практически никогда не возникало проблем конечно при работе подобным дилитами нужно быть максимально аккуратным так как есть вероятность потерять данные на диск если они там есть на самом деле изначале же партит представляет собой графическую оболочку для консольной утилиты гму партит расшифровывается Gparted как Gnome Partition Editor, но если я не ошибаюсь, то разработкой проект Gnome сейчас не занимается или просто это сильно не афиширует. А слово Gnome используется так как, во-первых, Gparted основан на GTK-библиотеках, и ранее он использовался в Gnome в качестве программы для разметки дисков по умолчанию. Но потом Gnome заменил его собственной утилитой Gnome Discs. Также совместно с Gparted разрабатывается Live-дистрибутив, который так и называется Gparted Live. Это, скажем так, специализированный дистрибутив, который фактически создан только для того, чтобы вы могли запустить Gparted в Live-режиме и работать с дисками. Дистрибутив на самом деле основан на Live-версии Debian, и помимо самого Gparted в нем еще несколько полезных утилит. В основном для работы с разделами дисков. Это и Parted, и F-диск, и SF-диск, GPT-sync и другие. И, конечно, несколько графических вспомогательных программ. Калькулятор, файловый менеджер и так далее. Если вы часто устанавливаете Linux или как-то связано с восстановлением систем, дисков, то такой дистрибутив удобно держать на флешке в качестве вспомогательного средства. Давайте теперь вернемся к релизу. Так как программа стабильная, проверенная временем, то и релизы под нее выходят довольно редко. То есть, например, прошлый релиз выходил аж год назад. Изменения, конечно, довольно специфические. Я отметил бы обновление поддержки файловой системы XFAT. В Gparted XFAT поддерживается лишь частично, и сейчас для работы XFAT используется новый набор утилит XFAT Prox, которые появились совсем недавно, и они являются, скажем так, официальным набором утилит для работы с XFAT в Linux. И все это связано с тем, что поддержка XFAT в ядре Linux появилась лишь в прошлом году, в ядре 5.7 и только после того, как в 2019 году Microsoft открыла спецификации на этой файловой системе. Также обновился и дистрибутив Gparted Live, в нем, конечно же, используется самая новая версия Gparted, а также выполнен переход на ядро Linux 5.10. Так что система должна хорошо запускаться на новом оборудовании. Компания Raspberry Pi Foundation представила новое устройство Raspberry Pi Pico. Устройство подобного класса компания выпускает впервые. Сразу стоит сказать, что это не одноплатный компьютер, эта плата представляет собой то, что называется микроконтроллером. Несмотря на это, устройство довольно интересное и есть отдел на будущее. И самое интересное кроется в ее цене, об этом чуть позже. В качестве непосредственно самого микроконтроллера здесь выступает новый микроконтроллер RP2040, который разработала сама компания. Причем именно на нем делается основной акцент. А плата – это как дополнение вокруг. Более того, компания сотрудничает и с другими игроками на этом рынке. Это и Adafruit, и Arduino, Pai Maroni, SparkFun. И они уже на основе RP2040 создали свои платы. То есть, если я правильно понимаю, Raspberry Pi убивает сразу двух зайцев. И свою плату сделала, и партнерам контроллер предлагает. Характеристики контроллера довольно скромные. Процессор ARM Cortex-M0 Plus с частотой 133 МГц. Оперативной памяти 264 КБ. Да, я не оговорился, это именно 264 КБ. Встроенная флеш-память 2 МБ. USB контроллер версии 1.1. И ряд пинов для подключения к внешнему устройству. Плюс еще температурный датчик. Как вы можете видеть, характеристики очень-очень скромные. Но не нужно делать поспешных выводов. Это не компьютер. Это именно микроконтроллер. У него совсем другие задачи. Уже есть готовые инструкции и все программные средства для программирования этой платы на C++ или MicroPython. Еще я бы обратил внимание на то, что на плате нет каких-то физических пинов, к которым плату можно подключать. Их нужно самостоятельно делать. То есть в прямом смысле паять. Уже продают готовые шины даже для этого. Важная особенность этой малышки в том, что она очень маленькая. Размеры буквально 2 на 5 сантиметров. То есть это примерно с палец. По поводу применения. Обычно такие платы используются как встраиваемые решения для управления различными устройствами. Устройствами из интернета вещей, устройствами, например, умного дома. Как самый простейший пример, можно привести какой-нибудь температурный индикатор. Можно с его помощью сделать. Можно запрограммировать какого-нибудь детского робота. Мне, например, очень понравилась суперкомпактная игровая консоль от компании Pymoroni, которая как раз создала ее на базе RP2040 и уже продает. Правда, цена кусачая. И, наконец, по поводу стоимости Raspberry Pi Pico. Заявленная базовая официальная цена – это 4 доллара. Согласитесь, даже по текущему курсу это вполне нормально. Конечно, для начала работ нужно будет делать какие-то доработки, покупать кабели, шлейфы, корпус может быть какой-то, но все равно 4 доллара – это довольно мало. Из недостатков, причем, на мой взгляд, очень существенных, которые кардинально уменьшают сферы применения этой платы – это отсутствие каких-либо беспроводных интерфейсов. То есть ни Wi-Fi, ни Bluetooth здесь вообще нет. А вот если бы были, тут можно было бы, наверное, сильно разгуляться. Но, с другой стороны, скорее всего, это существенно повысило бы стоимость изделия. И были бы совсем другие требования по питанию и другие ограничения. Конкуренты у этой платы, конечно же, тоже есть. Это и решения от Arduino, и STM, и многие другие. Я пока никаких прямо совсем выдающихся проектов именно на Raspberry Pi Pico не нашел. Может быть, все впереди. Но вообще, я думаю, что это пока прощупывание почвы, и, возможно, следующая версия этой платы окажется намного интереснее. Только бы добавили беспроводной интерфейс. И тогда можно будет создать какой-нибудь гаджет с управлением с телефона. Состоялся релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26. Midnight Commander – это консольный двухпанельный файловый менеджер. Это та программа, которую я всегда устанавливаю на все мои Linux-системы. Я также пользуюсь ей часто при удаленном доступе по SSH. Программа существует уже огромное количество лет. Первый выпуск состоялся аж в 1994 году. Нашим Windows-зрителям она должна, наверное, напомнить Norton Commander из эпохи DOS. Внешне по цветам – это синий фон, две панели и масса возможностей для работы с файлами, включая поддержку работы с архивами, то есть создание, распаковка, распаковка на лету. То есть можно, например, войти в архив, как в директорию. Также есть возможность подключаться к удаленным сетевым файловым системам и еще много чего. Еще один из важных компонентов пендайт-коммандера – это встроенный текстовый редактор с подсветкой синтексиса. Он называется mcedit. Тоже, кстати, очень хорошая вещь. В нем очень хорошо реализована возможность просмотра файлов в hex-формате с возможностью поиска по hex-значениям. Более того, mcedit можно запускать отдельно, как отдельную программу. Ну и раз уж я даю такой мини-ликбез по этой программе, то обязательно хочу упомянуть еще об одной важной функции, которую я использую – это поиск по содержимому файлу. Даже если в дистрибутиве у меня есть, например, какие-то утилиты графические для этого, я почему-то часто все равно запускаю midnight commander. Здесь удобно действительно реализован поиск по файлам. Когда появляется список найденных файлов, вы можете по ним быстро перемещаться. Нажимать, например, клавишу f3 для быстрого просмотра содержимого. И главное, что все это действительно работает очень быстро и отзывчиво. И еще очень удобно паковать архивы. В общем, программа суперполезная, как говорится, must-have. Единственное, если никогда ее не устанавливали, то обратите внимание на то, что пакет в Linux-репозиториях называется не midnight commander, а просто mc, то есть две буквы. И запуск программы выполняется именно командой mc. То есть, если, например, вы решите ставить ее в Ubuntu через командную строку, то просто выполняем sudo apt install mc. Теперь давайте вернемся к новому релизу. Кстати, предыдущий релиз выходил относительно давно, полгода назад. И здесь тоже, как я только что про программу Gpartite рассказывал, аналогичная ситуация. Midnight Commander – это уже мастодонт Linux, выверенный, стабильный, доработанный. Поэтому релизы выходят действительно редко. По изменениям. Во встроенный редактор добавили поддержку подсветки синтексиса для языка Swift. Добавили поддержку имен файлов производной длины. То есть, иметь в виду, какой бы длины имя файла не было, программа должна его правильно переваривать. Кстати, я еще не упомянул, Midnight поддерживает темы оформления. То есть, если кому-то синий цвет не нравится, можно выбрать другую тему с другой цветовой гаммой. И в этой версии добавили отдельную опцию для включения режима, при котором встроенные диалогами окна отбрасывают такую явную тень. Написали, что это некая отсылка к TurboVision. Если кто-то вообще про это помнит, TurboVision – это набор библиотек, который использовался в 90-х годах, был разработан компанией Borland, и на этих библиотеках делали под DOS псевдографические интерфейсы. И там как раз окна отбрасывали подобные тени. То есть, по спирали возвращаемся в прошлое. Есть еще ряд изменений. Про одно только еще упомяну. В Midnight Commander в нижней части есть командная строка, и вы можете в нее вводить любые команды. Также вы можете нажать комбинацию клавиш Ctrl-O, чтобы как бы свернуть окно программы и попасть в командную строку, которая находится за окном. Это я так попроще объясняю. На самом деле там немного сложнее, но это не важно. И до этого релиза командная строка, которая в программе, и которая за окном, были, скажем так, независимы или полузависимы. То есть, например, вы могли ввести одну команду внутри программы, свернуть окно, чтобы что-то посмотреть в консоли, например, для продолжения ввода, а ваша команда пропадала, либо как-то изменялась. Для них использовались разные программные буфера. А в этом релизе добавили поддержку так называемого постоянного буфера, и теперь командные строки, скажем так, едины. То есть, ввод команд в окне программы и за окном выполняется прозрачно. Теперь должно быть явно удобнее и понятнее. По Midnight'у всё. Идём дальше. Состоялся релиз дистрибутива Solus 4.2. Честно говоря, я даже сначала хотел сделать по этому релизу отдельный ролик, но потом всё-таки решил объединить с другими новостями, поэтому этот ролик получился чуть длиннее, так как про такие большие релизы я рассказываю чуть дольше. Про сам дистрибутив Solus уже есть ролики на канале, поэтому долгого введения делать не буду. Буквально скажу пару слов про сам дистрибутив, чтобы освежить в памяти и для наших новых зрителей. Solus — это независимый Linux-дистрибутив, предназначен для обычного повседневного использования, то есть на персональных компьютерах. Также в рамках дистрибутива разрабатывается собственная среда рабочего стола BADGE, которая основана на технологии GNOME на GTK. И редакция на BADGE является основной. Ей разработчики уделяют больше всего времени, но помимо редакции со средой BADGE, есть ещё редакции на GNOME, MATE, KDE Plasma, то есть всего четыре. Здесь свой пакетный менеджер, EO Package, и ещё Solus обновляется по модели Rolling Release. А если быть более точным, то это полу-роллинг-модель или, как её ещё называют, курируемая модель от слова «курировать». То есть ПО обновляется быстро, но всё-таки проходит некую стадию отсева путём предварительного тестирования, отбрасывания нестабильных версий. Возможно, тут можно провести некую аналогию с дистрибутивом Manjaro. Там тоже используется роллинг-модель, но не такая агрессивная, как, например, в Archlinux. Теперь по релизу. Во всех редакциях обновились до более новых версий ключевые предустановленные компоненты и некоторые программы. Firefox до свежей версии 85, LibreOffice 7.04 и почтовый клиент Thunderbird до 78.61. Используется новое ядро Linux 5.10.12. Также обновлён графический стек Месса до версии 20.3.3. Обновились ещё мультимедиа-компоненты — это FFB, G-Streamer, Pulse Audio и некоторые другие. Теперь давайте посмотрим на то, что обновилось в редакции Badge. Здесь используется новая версия среды Badge 10.5.2. Я, кстати, про эту версию в одном из прошлых видео рассказывал, поэтому сейчас более кратко расскажу. Кстати, ещё такой момент. Среда Badge может работать не только в Solus, её можно поставить и в других дистрибутивах, и более того, есть, например, дистрибутив Ubuntu Badge, где эта среда по умолчанию уже стоит. Из довольно существенных изменений в новой Badge используется собственная реализация компонента, которая отвечает за отображение иконок на рабочем столе. Почему это важно и что это значит? Так как Badge основана на Gnome, то и многие ключевые компоненты среды используются именно из Gnome. И до этого релиза для показа иконок и возможности работы с ними на рабочем столе использовался именно компонент из Nautilus, из Gnome. Вообще, сам Nautilus — это файловый менеджер в Gnome, и дополнительно он ещё умел управлять иконками на рабочем столе Gnome. Но разработчики Gnome в одной из версий взяли и убрали из Nautilus эту возможность. Конечно, в Solus не могли из-за этого отказаться от того, чтобы на рабочем столе размечать иконки, поэтому они какое-то время использовали предыдущую версию Nautilus. Но постепенно, так как сам Gnome обновляется, разработчикам Solus приходилось некоторые вещи синхронизировать с новыми версиями Gnome, и поддержка вот этой старой версии научилась, становилась всё сложнее и сложнее. В итоге плюнули и решили написать собственный компонент, и в этом релизе он как раз используется. Называется Budget Desktop View версии 1.0. Он взял на себя ряд важных функций, и его можно конфигурировать через настройки рабочего стола. Можно, например, вообще убрать значки с рабочего стола, можно включить отображение примонтированных устройств, менять размеры значков, показывать домашнюю папку, корзину, и всё это и ещё ряд функций как раз реализованы в Budget Desktop View. И вообще этот прецедент я считаю очень важным для развития Solus. Таким образом, они как бы на один шаг ещё отделились от зависимости от Gnome. Уверен, что довольно тяжело разрабатывать среду, когда вы зависите от обновлений проекта, на разработку которого вы не влияете. Далее. Обновилось главное меню. Оно называется Budget Menu. Кстати, само меню очень простое, лаконичное, а главное всё понятно и удобно. Мне такие очень нравятся. Отмечу, что в новой версии категории теперь всегда сортируются по алфавиту. Раньше категории, которые добавлялись пользователям или сторонней программой, вайном, например, могли сползать вниз. Полностью переписали реализацию системного трея. С 2017 года в Budget использовался компонент NA Tray. Он же, например, в среде ценамон задействован. Но в Budget с ним была куча проблем, много глюков, иконки в трее могли пропадать, накладываться друг на друга. В общем, нехорошо себя вёл. Но разработчики поступили, я считаю, очень правильно и написали свою реализацию, которая сразу же решила все эти проблемы. И опять же, это очень важно и похоже на ситуацию, про которую я только что рассказывал, о зависимости от гнома. Своё поддерживать и контролировать намного проще. Главное, чтобы хватило на это сил. Переработали ещё апплет регулятора громкости, добавили на него кнопочку отключения звука. Ещё один очень важный элемент системы — это центр управления Raven. Это такая панель, которая выезжает с краю экрана, и на ней расположены разные виджеты. Здесь и календарь, и список уведомлений, и можно включать показы элементов управления проигрывателем музыки, и регуляторы звука, и так далее. Очень похожая вещь, кстати, есть в macOS. И в новой версии теперь можно располагать Raven с любой стороны, а точнее принудительно либо справа, либо слева. И ещё есть автоматический режим. До этого только справа располагался Raven, а слева включался только тогда, когда сама главная панель располагалась слева. Сейчас как раз для такого поведения используется автоматический режим. Кстати, саму панель можно разместить хоть справа, хоть сверху, слева, где угодно. И она очень хорошо адаптируется к таким поворотам. Не в каждой среде так легко перемещать панель. Обязательно что-нибудь не так повернётся. По редакции Badge на этом всё. Теперь давайте посмотрим на другие редакции. В редакции Gnome используется свежая версия Gnome 3.38.3. Я про Gnome 3.38 делал отдельное видео, можно его посмотреть. Ничего помимо обновления самого Gnome в этой редакции нет. Но единственное, я бы упомянул, что в Solo с поверх Gnome ещё устанавливают дополнительные гномовские расширения, которые делают базовый Gnome всё-таки более-менее пригодным для удобной работы. Это расширение Drive-меню, которое при подключении новых устройств добавляет в трей иконку, и когда по ней кликаем, то открывается список подключённых и премонтированных устройств. Далее Dash to Dock. Это одно из самых нужных расширений, на мой взгляд. Оно превращает Dash, это панель с иконками в Gnome, подобие некого полноценного дока. Потому что в Gnome сам Dash на экране постоянно не показывается, и для доступа к нему зачем-то нужно делать отдельный клик. А вот расширение Dash to Dock делает его, видимо, постоянно и добавляет ещё целый ряд настроек поведения и внешнего вида. Далее Top Icons. Это расширение, чтобы вернуть классический трей в панель Gnome. И ещё одно забавное расширение называется Impatience. Оно просто ускоряет анимацию интерфейса Gnome. То есть всякие переходы от лаунчера на рабочий стол и другие выполняются просто чуть быстрее. И это, кстати, сильно влияет на восприятие. Даже кажется, что сама система работает быстрее. То есть если, например, поработать, потом расширение отключить, то Gnome покажется немного ватным, что ли. То есть, казалось бы, мелочь, но влияет на то, как мы видим систему и экономит ваше время, кстати. Переходим к редакции MATE. Здесь используется версия MATE 1.24. Так же, как и про Gnome, я про эту версию уже рассказывал. Напомню некоторые моменты. Улучшена поддержка High DPI экранов. Обновился диалог, который появляется по нажатию Alt-Tab. Для оконного менеджера добавили несколько тем оформлений в ретро-стиле. Но из самого интересного и того, что касается именно дистрибутива Solus, я бы упомянул обновление BriskMenu. BriskMenu – это главное меню для редакции MATE, которое разрабатывается специально для дистрибутива Solus. Но так же и в других дистрибутивах на MATE иногда используется. По интерфейсу похоже на меню из Badge. Классическая компоновка, категории и их содержимое. Все просто и понятно. В новой версии улучшили поведение, когда происходит обновление состава меню. Например, когда вы устанавливаете новую программу, она должна попасть в меню. И теперь в этом случае меню автоматически закроется, чтобы корректно обновиться, если оно было открыто. Раньше же в таких случаях оно могло просто упасть, аварийно завершится. Также улучшена навигация по меню с помощью клавиатуры. Что касается редакции Solus на KDE Plasma. Используется среда Plasma 5.25. По изменениям, которые относятся к Solus, обновили цветовую схему Solus Dark, сделали элементы интерфейса более видимыми и повысили читабельность текста. И еще обратите, кстати, внимание на то, что во всех редакциях Solus, во всех средах общий интерфейс системы в целом выглядит в едином стиле. Обновили состав обоев рабочего стола, добавили разные варианты с разным разрешением. Для файлового менеджера Dolphin включили настройку, чтобы он открывал при старте всегда домашнюю директорию. Потому что по умолчанию раньше он открывал предыдущую использованную директорию. По обновлениям на этом все. Дистрибутив продолжает развиваться. Solus пока не сказать, что очень популярен, но он планомерно идет вперед. То есть он потихоньку пробивает себе дорогу к популярным дистрибутивам. Мне очень нравится, что разработчики развивают собственную среду баджа. Как показал этот релиз, они потихоньку все-таки отказываются от гнома, потихоньку от него отходят. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Они пишут свои утилиты, свои компоненты и идут своим путем. Да, есть, конечно, возможно, какие-то недостатки, может быть, какие-то болячки, но проявляются они не у всех. И в целом отзывы о дистрибутиве положительны. Еще очень важно, что это независимый дистрибутив, и он полноценный. Это не какая-то сборка урезанная, это действительно полноценный дистрибутив для настольного ПК. Думаю, популярность Solus будет только расти, поэтому желаю успехов в Размите. А на этом все. Напоминаю, что спонсором ролика является сегодня компания Вандершея. Ссылка на их продукт в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Всем добра, хорошего настроения, здоровья, много солнца. С вами был Пингвинус.